Охрана здоровья населения – одно из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мегрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после капитального ремонта в одном из родильных домов столицы. Для поддержания высокого уровня боевой подготовки вооруженных сил Азербайджана в воинских частях продолжается процесс подготовки к новому учебному периоду. В Шуше участники молодежного саммита подписали Шушинский аккорд, утвердили логотип и флаг молодежной организации движения «Неприсоединение». Видео с армянским военнослужащим, находящимся под действием наркотиков при исполнении служебных обязанностей, вызвало большой резонанс. Как борются и борются ли вообще Минобороны Армении с нарастающей наркоманией в рядах своей армии? Расскажем в сегодняшнем выпуске. В Азербайджане уделяется большое внимание здоровью населения. В стране строятся и постоянно ремонтируются лечебно-диагностические центры, больницы. Неоценимые заслуги в этом процессе принадлежат и фонду Гейдара Алиева. Охрана здоровья населения, в частности матерей и детей, является одним из приоритетных направлений деятельности фонда. Сегодня президент Ильхам Алиев и первая леди Мегрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после капитального ремонта в родильном доме номер 2 в одном из бакинских поселков Бакиханов. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мегрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после капитального ремонта в родильном доме номер 2 в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку. Как сообщается, глава государства и первая леди были проинформированы об условиях, созданных в родильном доме. Здоровье населения в Азербайджане всегда находится в центре внимания государственной политики. В этой связи в нашей стране предпринимаются важные шаги, направленные на развитие системы здравоохранения, усиление ее материально-технической базы, кадрового потенциала и обновление инфраструктуры. Проекты, реализуемые в этой области по инициативе главы государства, служат надежной охране здоровья людей. Наглядное подтверждение тому строительство и капитальная реконструкция лечебно-диагностических центров, больниц, оснащение их современным оборудованием. Отметим, что родильный дом номер 2 был сдан в 1987 году. В результате длительной эксплуатации возникла необходимость в капитальном ремонте этого медицинского учреждения. Распоряжением главы государства 3 апреля 2019 года на капитальный ремонт родильного дома номер 2 из резервного фонда президента были выделены 2 миллиона монатов. В капитально отремонтированном медицинском учреждении на 120 коек установлено медицинское оборудование, отвечающее самым современным требованиям. В трехэтажном здании имеется 51 палата. Здесь функционируют родильное отделение на 80, гинекологическое отделение на 30 и реанимационное отделение на 10 коек. Гражданам будут оказываться как амбулаторные, так и стационарные услуги. Родильный дом номер 2, ранее функционировавший при Министерстве здравоохранения, с 2021 года находится в подчинении юридического лица публичного права Сабунчинский медицинский центр. Строящиеся в Азербайджане новые учреждения здравоохранения, поставляемые в нашу страну современное медицинское оборудование, служат одной цели – охране здоровья населения. Неоценимые заслуги в этом процессе принадлежат и фонду Гайдара Алиева. Охрана здоровья населения, в частности матерей и детей, является одним из приоритетных направлений деятельности фонда. Меры, принимаемые непосредственно по инициативе президента фонда, первого вице-президента Азербайджана Мехри Баналиевой, направлены на охрану нашего генофонда «Кардинальное решение проблем в сфере здравоохранения». Капитальная реконструкция этого родильного дома является еще одним наглядным примером мер, принимаемых государством в области охраны здоровья матерей и детей в нашей стране. В видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской армии продолжается процесс подготовки к новому учебному периоду. В соответствии с планом боевой подготовки в воинских частях был проведен строевой смотр, проверены учебно-материальная база, полигоны, боевая техника, вооружение и боевое оснащение личного состава. Минобороны Азербайджана отмечают, что в целях поддержания высокого уровня боевой подготовки учебный процесс в азербайджанской армии организуется и проводится в соответствии с требованиями Верховного Главнокомандующего вооруженными силами, приказами и распоряжениями министра обороны и с учетом боевого опыта, приобретенного в Отечественной войне. Завершены практические занятия с курсантами военного института имени Гейдара Алиева, проходившие в полевых условиях. На занятиях, проводимых в соответствии с учебным планом и программой военного института, курсанты выполнили задачи по тактическому перемещению на местности различными способами, а также практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов. Курсантами были также успешно выполнены такие задачи, как движение по азимутам, преодоление инженерных заграждений, эвакуация раненых с поля боя, обнаружение и обезвреживание целей условного противника и другие задачи. Основная цель занятий заключается в совершенствовании теоретических знаний и полевой выучки курсантов. В Шуше прошла сессия молодежного саммита движения «Неприсоединение». Как сообщает МИД Азербайджана, участники саммита подписали в Шуше документы, согласованные на Бакинской сессии, состоявшиеся 25-28 июля. Согласно документу, названному Шушинским аккордом, на основе молодежной сети движения «Неприсоединение», созданной 4 октября 2021 года по инициативе президента Азербайджана Ильха Малиева в качестве председателя движения «Неприсоединение», была создана молодежная организация движения. Сегодня были утверждены устав молодежной организации движения «Неприсоединение», постоянный секретариат, который будет располагаться в Баку, а также логотип и флаг. В рамках мероприятия с участием представителей Министерства иностранных дел, Министерства молодежи и спорта, управления государственного заповедника города Шуша, представителей стран движения «Неприсоединение», состоялся обмен мнениями об итогах молодежного саммита и дальнейшей деятельности молодежной организации движения «Неприсоединение». В армянском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором военнослужащий Вооруженных сил Армении неадекватно ведет себя под действием наркотиков при исполнении служебных обязанностей. Видео вызвало большой резонанс. В целях снижения напряженности в обществе в настоящее время Минобороны Армении пытаются удалить дискредитирующие кадры из социальных сетей. На нескольких интернет-платформах данное видео к этому моменту уже удалено. Следует отметить, что в последнее время армянские пользователи социальных сетей все чаще сообщают о нарастающей наркомании в рядах армии, и в доказательство этого выкладывают шокирующие видеоролики. Памятуя о происходившем в период 44-дневной войны, когда армянских военнослужащих, дабы избежать дезертирства, приковывали к машинам цепями, невольно задумываешься, а не является ли распространение наркотиков среди военнослужащих своеобразным допингом, чтобы хоть как-то побороть страх перед железным кулаком Азербайджана. Послы стран Большой Семерки в Украине прибыли в Одессу, где уже 29 июля должен заработать зерновой коридор. Об этом сообщила посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс. «Я с коллегами-послами G7 и Турции сейчас в Одессе, чтобы засвидетельствовать важное соглашение для возобновления экспорта украинского продовольствия, заключенного при посредничестве ООН», – отметила Симмонс в Твиттере. Она также добавила, что Россия должна уважать это соглашение. Отметим, что 22 июля Украина, Турция и Россия при поддержке генсекретаря ООН Антонио Гуттериша договорились об обеспечении безопасного экспорта зерна из украинских портов Одессы, Черноморск и Южной в течение 120 дней с возможностью продления этого срока. Но уже утром 23 июля Россия нанесла 4 ракетных удара по Одессе. Будут ли сотрудничать Турция и Россия в совместном производстве беспилотников? Глава Турецкого управления оборонной промышленностью Исмаил Демир прокомментировал данный вопрос. Управлением оборонной промышленности Турции пока не рассматривается вопрос возможного сотрудничества с Россией по совместному производству беспилотников. Соответствующее заявление сделал глава Турецкого управления оборонной промышленностью Исмаил Демир. «Я не могу сказать, будет или нет. В нашей повестке ничего такого нет. Работы в этом направлении не ведутся. Процесс формируется в рамках политики Турецкой Республики. Мы лишь выполняем работы, связанные с ее технической стороной», цитирует Исмаила Демира СМИ. Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы совместного производства беспилотников «Байрактар» остаются актуальной темой для обсуждения между Россией и Турцией. Сообщалось также, что российский лидер Владимир Путин на встрече с турецким президентом Реджевым Таипом Эрдуганом в Тегеране 19 июля якобы предложил наладить сотрудничество в вопросах производства беспилотников. При этом глава компании «Байкар» Халук Байрактар ранее сообщал, что она не поставляла свои боевые беспилотные летательные аппараты России и не будет этого делать в будущем. Украинская ассоциация футбола направила официальное обращение в УЕФА по поводу поведения болельщиков турецкого Фенербахче во время ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо». В обращении, в частности, идет речь об инциденте, который произошел после того, как украинский клуб забил гол на 57-й минуте матча. Тогда болельщики Фенербахче начали выкрикивать имя президента России Владимира Путина. В связи с этим Украинская ассоциация футбола сообщила УЕФА о возможном нарушении клубом хозяином дисциплинарного регламента УЕФА во время данного поединка. После игры главный тренер «Динамо» Мирча Луческо, возмущенный действиями фанатов, отказался посещать послематчевую пресс-конференцию. Это были все новости на сегодня. Следите за новостями на русском по будням в 19.00, а также на наших каналах Instagram, Telegram и TikTok. Всего вам доброго и до встречи!